Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Даем отчет, как попросили, за каждый день. Номер 138. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 27 апреля 2016 года. Это вообще наш день. Эпиграф, как всегда взятый. Это что сделал царь Николаев. Последняя печать оставил на русском народе. Она исполняется. Ну и далее. Я нигде не бывает. Ни в контактах, нигде. А модератор оттуда приносит. Надо прямо на наш форум ставить. Не могу никак этого добиться. То ли не попадает, я отвечаю только в аудио сейчас, в видео. И дальше объявление на то, что у нас ролики просят указать на какой минуте, что есть. Я сам этого сделать не могу. То есть я задерживаю на этом. Сами остановите и почитайте. Чтобы более понятно было о чем. Так. Ну и дальше на нашем сайте книги. Их надо перевести вот в эти 7 позиций просят. Как-то там они с телефонов считают, планшеты. Не знаю. Но тоже пока никто не помог. Идут занятия у Сергея Пупкова. Я не знаю, когда они кончатся, он сам объявит потом. У меня тут затруднение теперь с записью, потому что братья уже там находятся. В потерявке уехали второй день. Я тут записываю, настрою, сяду. Оно там сдвинулось, а не видно. Но смысл понятен все-таки. И вот вчера было что. Появился новый человек у нас. Виталий Калиников. Ну и он выразил желание с сыном приехать можно или нет в лагерь. Ну я ответил ему. И вчера начался у нас с ним разговор. Это здесь все записывается. Он сразу не спрашивает. Я обычно спрашиваю, вы не против, что записывается в интернет, выставляется. Но за все время, кажется, два человека было. Ну все, то до свидания. Я выключаю и больше не принимаю. Мне-то не надо. Время нет тратить. Все полезно. Вот попутно покажу от Надежды Васильевны. Ремонтирует печку. Все время добивалась она сюда. Не знаю, сколько времени. Я не допускал только на скоростной неделе. Но она сама строитель. Вот она все заляпала ее. Теперь белит. Ей это только подавай. Вот. Это уж она без этого не проживет. Ну и все. Больше туда нечего. Я поставил ему ролик этот. И говорю, если все будет в порядке, то часа через два с половиной этот видеоролик можно уже смотреть. Он на нашем видеоканале называется так. Что посеет человек, то и пожнет. Сеяние началось. Двадцать седьмого вчерашний день. И вот как он выглядит. Вот если вас заинтересует, то будет интересно. Продолжение этого ролика обязательно будет. Он выразил желание приехать. Я не люблю, когда откладывают. Я тогда сказал, если думаете, я сразу не куришь, не куришь, не пьешь, не лгать нигде. А он учился в семинарии. И что-то там у него не получилось. Ну и там в семейной жизни запутанные, разводы там. Сын у него десятилетний в другом месте. С сыном хотел взять и привезти. Вот. Я говорю, если думаете ехать, я так только мгновенно так подумал, это в моем ракурсе все. Я говорю, выезжать только сегодня. Сегодня? Он никак не ожидал-то. Да, сегодня. Если вы не выйдете, значит разговор окончен, больше не будет. Что вас удерживает? Ничего не удерживает. Итак, дальше начало уже прямо по этой линии. И пишу. Вот кто будет читать, вот гуру, тоталитарное подавление сознания. Послушайте, как всегда делаем. Если у вас там в патриархии московской есть священник, близкий вам. Если есть, то сходите и благословитесь. И скажите ему, куда имеете желание поехать. Если он будет против и докажет это, то поездку лучше не совершать. Если он что-то предложит вам лучше и надежнее, с большей свободой для вас. Я вам уже объяснил. У нас свобода тебе никакой не будет. У нас подавление личности, мы тоталитарная секта. То есть все на нас это сходится. А в конце ты сам подведешь итог, так ли это. Вот. Повторюсь, выезжать только сегодня. И меня до самого отъезда уведомляйте, как дела идут по этому поводу, по вопросу. А началось это где-то уже после обеда. Ну, то есть, время совсем нет. И с дороги тоже иногда в СМС дайте знать. Я отвечать не буду вам. Потому что СМС это тоже деньги. И когда будете уже на станции Корщина, то можете позвонить. Сапоги резиновые брать лучше на размер больший. Чтобы шерстяные носки могли быть надеты. Будете у нас до 10 октября. Будете работать. Я помочь хотел, он говорит. А что помогать-то? Помогать, когда настроено все, нечего. Сейчас надо лагерю. Сейчас и посадка, и все. Дальше. Какое время поезд будет на станции Корщина, это узнайте. Из Омска едет. И сообщите мне сразу по скайпу или по телефону. Станция Корщина от Потеряевки. Километров 20. Для вас это часа 4 идти по шпалам. По ходу поезда из Москвы. Не проспите станцию Корщина. У кондуктора и у людей все расспрашивайте. Чтобы не проехать мимо и не слезть раньше. У нас разъезд подстепный. Он 4 километра от нас. Но на нем этот поезд не останавливается. Надо ехать тогда будет до Ребрихи, если проспит. А до Ребрихи уже 35 километров. Тоже по шпалам идти. Встречать вас никто не сможет. Дойдете до Потеряевки. В первом же дому попросите свести вас лагерами с Володей и Никитой. Они вчера уже выехали в Потеряевку. Что в путевку детям нужно, я ему путевку скинул. То и вам следует взять. До открытия лагеря питаться за свой счет. А 10, например, на июне открытие будет. Никто из наших ниоткуда ни рубля не получает. Сразу поставьте так себя, чтобы без дела не быть ни минуты. И везде старайтесь быть на подхвате. Будете печь хлеб. Это уже бесплатно. Мука там была. Крупы есть. Масло есть. Вода хорошая. Топливо, дрова бесплатная. Электричество оплачивает лагерь. Стан за все время пребывания там. Все данные ему разложил. Есть, есть. Дальше пишу. Он говорит. Поезд приходит в 2.44 на станцию Корщина из Омска. По Москве. Будет уже в Корщину. То по нашему это в 6.44. Уже светло. Сразу же идите в путь. Никого не ждите. Суворовские воины при полной амуниции проходили каждый день по 70 километров. В путь добрый. Что с собой будет у вас? Какой вес? Примерно хотя бы знать. Утащите. Ну берите с собой килограмм там 40-30. Больше-то и вам и не потребуется. Документы, деньги, билет, вещи. Так. Он говорит. Все у меня уже готово. Все сделал. Там позвонил. Не знаю. Священнику. Все сделано было. Теперь я начинаю бить Потеряевских. Долбить. Звоню одному. Связи нет. Я на Виктора, конечно. У него мотоцикл. Я звоню. Володе. Нету. Я на батюшку. Нету. На Барабаша, значит. Нигде связи нет. Там бывает прервание связи. Связи вообще нет. С чем связано, неизвестно. Пишу. А я им тогда через мейл.ру скидываю. Потеряевским всем. Нужно передать Виктору или еще кому. Чтобы постарались встретить человека из Омска. Он про это не знает. Мы никому ничего не обещаем. Показываем, какая жесткая. Люди говорят, мягко стелить, да жестко спать. А у нас наоборот. Жестко стелим, да мягко спать. Мы перевернули это. Он, знает, набрал. Ему идти по шпалам. Все уже. Он настроился. Мужчина, который едет поработать в лагеринстане. Виталий Калиников. Лет 30 ему со щетиной. То есть борода, не борода. Еще посмотрел. Да так чуть-чуть только где-то. Его поезд приходит завтра. То есть четверг 28-го. То есть вот сегодня. Апрель 16-го года. В 6.44 местного времени. То есть утром. Его со станции Корча нужно привезти в Потеряевку. Кто сможет это сделать? Ни до кого из деревни не могу дозвониться. Уже столько времени. Связи с вами нет. Дайте знать, что получили мое это уведомление. Ну я раньше выключился. А Витя скинул не на телефон, а скинул на интернет. А я уже его выключил. Ну что теперь? Ничего они не знают. Ему звоню. Его Виталия-то есть. А он отключил. Зачем? Что-то там энергии у него не хватает. Тяги там на телефон. Потом. И он говорит. То есть он ничего не говорит. Виктор Савченко из Потеряевки. Понятно. Будем искать. Кто бы мог встретить. Поговорили. Витя на мотоцикле не может. Утром до нуля градусов. А это 20 километров на мотоцикле. Да и дорога еще такая. Ну и на чем? На газели на наше. Ну на газели можно. Но побежал. Володя там договорились. Переехал Кирилл туда, Устинов. Там мой племянник. У него машина своя. Значит на ней. Не проспать, встретить. И вдруг утром на мой вот этот телефончик звонит Виталий этот, Калинников. Я подъезжаю там уже на подъезде. Он как-то у меня машина. Там кто-то решил его довезти до Кулунды. А там говорит, я на этот поезд сяду. Я говорю, сядешь ли ты? Будут ли билеты? Тут все на... Когда билет на руках, тогда больше уверенности есть. Я как еду. Я тогда ему выдаю все. Значит пешком не пойдете. Вас должны встретить. Как выглядит этот человек. Как звать. Ну остальное, что дорогой поговорите. Вот видите как. Это вчера только малая деталь. Которая за день пришлось все время вот так переворачивать, отвечать. Я не беру тут сигналы, что и он писал мне. Это уже... Но смысл понятен. Он приезжает. Что? Работать. Работать сейчас сохранить пруды. То есть насадить ветла. Тольник. Воткнуть. Пилить, примерно, деревья. Такие деревца. Сучки в руку толщиной там меньше маленько. И везде, везде, везде. Сколько? Ну примерно 500. 500 посадок сделать. А страстная неделя. Еще надо в храм сходить. Я говорю в храм. А один только может. И то на время. Мы не можем. Мы короткое время приехали. Ну а дальше, дальше уже тут понятно. Пасха. Дня два не будут работать. Я говорю. Теперь ты увидишь, что такое Пасха. Ты православие не нюхал даже. У нас, в которой бывают архимандриты. А у них такие глаза. Вот это православие. Вот это да. Другие снимают наши там, какие у нас есть порядок, устав. Мы у себя обязательно это сделаем. Обязательно. Проходит время, 40 лет. Ни один не сделан еще. А почему? А свои сразу задавили, задолбали. Ты что придумаешь тут? Вот ладошка по голове и достаточно. Люди ничего не понимают. Люди тупые, дурные. То есть обстановка вышла из-под контроля полностью и не сегодня. Вот я говорю, ты тут увидишь. Был в семинарии. Вот теперь ты увидишь, где ты должен быть. Ты будешь работать. Вставать 4, 40. Готов? Если не готов, сиди дома. Вот тут нянькаться с тобой, никто саскаться не будет. Не так? У нас было такое. Человек пришел, он не тот. Ну что, до свидания. Он не идет. Отправим. Свяжем, отвезем в милицию. Свой следователь в краевой прокуратуре был. Сразу с ним отправили в Барнаул. С собой никто не будет разговаривать. Ты обманул с обманщиком. А так оказалось, что человек совсем не тот. Не тот. То есть чужой. Мы вовремя его задержали. Нас, я говорю, ФСБ, милиция держит на особом учете. Такая деревня. Они приезжают и узнают. Но я ему говорю, ну от властей нам никогда вреда не было. Это в ролике все сказано. И вот это вот. Ну и дальше сказать, что за день был. Это за день маленький. Вот у нас тут мой мир. Это вот моя страница в шапке. Там есть еще другие страницы. Контрольные держат. Тоже туда ставят. Дублируют. Ну там я с голубем. Сюда заходите и пишите. Очень удобно общаться. Считаю, она уже порченная система. Раньше было на 10 тысяч. Два-три щелчки. Я сделал 10 тысяч. 5 тысяч букв их можно отправить. Или 12 фотографий одновременно. А сейчас все сняли по одному. И несмотря на это, это лучшая система. Вот видите, я выставляю сюда плейлисты. Как на форуме. Это сегодня что будет. Вот ты стоишь на Благовесте. Снимает сегодня у меня Сергей Пупков. Вот так. Ну и дальше что у нас? Дальше у нас, вот мы посмотрели, какая будет свежая новость. Отдельный ролик создать. Пишут. Свежая новость. Вышла сутки назад по украинскому каналу. Срочную информацию скинули люди с Украины. Просили вашей, то есть моей молитвенной помощи, о деле всем нелегком. Если можно, просили отдельный видеоролик посвятить этому по разбору и советам. Если Украина просит создать отдельный ролик, а у меня некому, я сразу позвонил Сергею Пупкову, а он занимается, кинолог профессиональный, время-то нет, там с собачками, свои дела. Я говорю, должен приехать. Хорошо, через сколько? Как сможешь? Через час буду здесь. Вот он уже здесь. Видите как? Все оперативно. Что там? Просили помощи. Отдельный ролик составить. Епископу Лонгину, жар, перенесшему уже три инфаркта, не просто разрешить сей вопрос, и ваш опыт, Игнатий Тихонович, был бы весьма и весьма полезен. Вивенальная вестиция во всей ее красе. Ну и дальше что говорится? Видите, показано. Овцы пасутся, но вот это охраняет их, большая кавказская овчарка. И тут как-то интересно, как бы там возвышение какое-то, видимо, в горах разгладили, и можно пастись. Вот. Посему сейчас, и почему, почему сейчас, и почему вам, Игнатий Тихонович, адресовано все это? Сейчас, потому что день назад в Волке, ювенальной вестиции Украины увидели большое стадо детей, вон оно что, около 450, которых воспитывают в православии, приучают к труду. И да, есть наказание, хоть и не настолько строгие, как в Потеряевке. Адресовано вам, потому как, потому как не, кому как не вам в этой ситуации быть полезным. Вы выдержали все нападки на лагере, сохранили его. Для епископа Лонгина нападки только начались. И там по порядку. Я, видите, тут много написано, и дальше они показывают, что такое архимандрит Лонгин. Показывают, все это скинули, посмотрите, как детей. Все по-украински. Вы, говорит, Никита переведет, а Никиты нету. И вот как сидят дети, посмотрите, как они одеты. И все одинаковые девушки, примерно. Красота какая. Вот. Фильм «Форпост», первый, второй, я его смотрел неоднократно, при том. Переходим к текущим событиям. Вчера, 26 апреля 2016 года, в Украине, на 24-м телеканале, вышла передача ЦРУ. Фантастичные статки и знущание над детьми, что сейчас приховывают монахи. То есть, что они делают, тут гнетают. Я все это перенес для себя. Вот оно, дальше что. Вот смотрите, сколько они написали. Ну, я выбрал самое основное, что есть, и поместил в этот, в отдельный ролик, будет сказано. Ну, и дальше что у нас? Это наш видеоканал. Вот он, православный видеоканал. Вот это самое, которое я ему написал, Виталий. Вот оно, ролик стоит. Вчера выставил я его, ну, сегодня уже посетили кто-то немножко. 181 просмотр, 13 часов назад. Вот. Для нас это нормально, притом у нас не захожане, а настоящее прихожане с разных сторон. Ну, и вот что я выставил сегодня. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, это не это, вот оно, раз, два, три, четыре, пять. Вот пять роликов я сегодня это выставил, вечером еще два. То есть, в день семь роликов. Обычно так. Ну, и во свете Библии сайт. Вот это наш сайт. И вот сейчас мы озвучиваем один вот эти вопросы-ответы. 4124. Будет, будет примерно, ну, примерно полторы тысячи или две тысячи роликов новых. Вопросы и ответы. По папкам. 55 папок. Показать, какие названия. Вот так. Ну, и кроме того, читая стихи, там еще около двух тысяч. То есть, очень много у нас материалов. И я один остался, не проворачиваю. Сергей Козлов хотел сделать, чтобы экран было видно. Я запутался, говорю, не надо, просто утрами будем беседовать, я буду засчитывать, так как-то удобнее. А вы попутно, новые вопросы. Слово сказать, вчера он высылал ролик один, написано слабонервный, не смотреть, как у него зуб вырывают на дому, он лежит парализованный. Я посмотрел, сколько я смотрел его, там минут 20, наверное. Я все стоял и молился, и молился, как он выдержал. И в этот же день меня повезли к зубному врачу. Точно так же, и тоже так же зуб дергать не дался. С зубом уходит память. Ну, и осталось все как есть. Я говорю, мне-то нужно два зуба всего, чтобы не было шепелявения. А у вас, говорит, и нету. Я говорю, нет, я сам слышу, на другом уровне есть. Он посмотрел, никак нельзя, надо корни выдергать. Я говорю, я был в Нью-Йорке, когда меня повезли, там точно так же. Зубы дергать. Так вы ничему не научились, как дергать? Штифт сделайте, штифт делается, вставляется, а потом на него наращивается. А когда зуб обломан, выше десны, а у вас, говорят, они ниже. А я, говорю, на ними, ими горов жую. Это все попутно приходится говорить. Ну, вот и практически какие еще тут были новости. Ну, главное, на этом. Все, наверное, сегодня. Что-то делается еще, покажи-ка. Что там у тебя? А? Я хотел сказать, показать, спрашивает, как едите. Вот, посмотри, добавка какая будет. Это вот тыква с рисом. Это Надежда Васильевна сделала, принесла. Тут она за стенкой у меня живет. Вот, морковку. Морковку на самой мелкой терке трем. Никита, тоже, Колесников Никита Андреевич, Устинов Никита Андреевич. Родители дали ему, он не досмотрел, там, подгнившую, понес на свалку. А мы перехватили, говорят, там можно выбрать хорошую. Ну, и забрали. И вот сегодня я взял крапиву. Крапива. Видите, что сделал я? У меня есть толкушка. И тогда перетолох крапива, зеленые перья чеснока, щавеля, ревень, одуванчик и репей. Листья репья. И вот перетолох немножко посолил. Вот оно все здесь есть. Вот оно какое. Это очень вкусно и много витаминов здесь. На этом и помидоры давали нашей сестре. Она сделала там из них, нажала, и никакого уксуса нигде не применяется. Это попутно. Видите, как у нас дружина. Вот, добеливает уже все. Которая глина, никуда. Это я голубям отдам. Все, пошли дальше. О, сегодня интересно. У меня кошка. Ребята повезли кошек. Вот она, поглядила со всех сторон. Свернулась. У ног моих свернулась спящий круг и греет электрическую шерсть. Я написал стихотворение, а Витя положил на музыку. И вот белых мы отправили. Да может, и рыжую везем? Я говорю, нет. И правда, сегодня никогда мышей не было. И вдруг сегодня она в комнате ловит мышонка. Сегодня же я на улице был, из огорода прихожу, она уже играет с ним. Я думаю, сейчас я сниму. Пока шапку-то снимал, захожу, она уже доела его. Рыжая, чего ты так скрыгнулась? Ну, она знает кличку свою. Глаза чистые всегда. Видите, какая она. Красавица. Всегда приносит шесть котят. И обязательно в степи спрячется. Нужно искать ее. Ну, до того ласковая. Ну, не могу никак отбиться. Все на этом. Ролик закрыт.